Новое руководство Алтына Орды обещает разрешить многолетний конфликт вокруг обманутых дольщиков. Напомню, прежний арендатор рынка обещал дать бутики 300 вкладчикам после строительства третьего павильона. Но своих слов не сдержал. Как именно намеренный разрешить проблему, знает Дамир Анитов. Незаконные действия экс-арендатора рынка повлекли за собой ряд неприятных ситуаций. Сотни обманутых вкладчиков еженедельно собирались у Алтына Орды с требованием выполнить обязательства или вернуть деньги. Каждый из них вложил свои последние средства. Кто-то взял кредит, другие заложили дома. Мы понимаем, что люди были жертвами, понесли свои убытки. И сейчас будет дано правовая оценка. Но мы, несмотря на это, принимаем все это во внимание. То есть те, которые платежи они сделали, мы их учтем при заключении нового договора. И, конечно, их не будут договора в приоритете. Расхлебывать кашу экс-арендатора рынка теперь приходится новому руководству. Они взяли на себя всю ответственность и обещают выполнить условия договора. Ранее управляющая компания собрала определенную сумму денег. И строительство не продолжается. В связи с этим компания собственникам было принято решение о смене управляющей компании, о смене строительной компании. Заключен договор с компанией «Праймстрой», которая в ближайшее время приступит и займется строительством твити павильона. Не менее важной задачей считается восстановление прежнего имиджа рынка, подпорченного действиями экс-арендатора. Сейчас я озвучу неполный список того, что сделано с июля этого года. В штат приняты сотрудники в количестве 132 единиц. С момента начала работы было внесено в развитие рынка порядка 400 миллионов тенге. Заключен договор на установку шлагбаума. Приобретена спецтехника. Произведен ремонт вентиляции и кондиционирование двух павильонов. Для безопасности на рынке установлены дополнительно камеры видеонаблюдения. Домир Анитов, Сергей Шуйский, Информбюро. Продолжение следует...